Вот смотрите, сейчас Аптия Лаудинова в Украине сравнивают с Алексеем Арестовичем. Называют его Арестович по-чеченски, потому что тоже продает надежду и активно продает как товар. Зачем, на ваш взгляд, Кадырову понадобился Арестович? Имеется в виду чеченский Арестович. Конечно, да, Аптия Лаудин. Ну, он, откровенно говоря, выстраивает свою линию. Свою линию. Я не думаю, что он его согласовал или спущен к Кадыровому установку. Вовсе нет. Нагодясь впереди, на передовой, он должен выстроить некую линию поведения тех людей, которых называют Кадыровцами. И когда они активно отклоняются от войны, когда они активно отклоняются от, скажем, активных боевых действий, ему нужно каким-то образом это оформить. Отсюда и появилась армия Исаии. Отсюда появились вот эти все там. Он и еще у нас один есть там, не у нас, а там в московском правительстве. Там они имеют ордена всех мастей Петра, Святого Павла, Матрёны и кого только. Вот они там преуспели в достижении русской православной церкви. И они, вот они свою идеологическую доктрину, единство чеченцев и русских построили вот именно на этом, что есть некая армия Исы. Вот через эту доктрину он и пытается бросить такой мостик, что мы воюем с мировым злом, мы воюем с мировым правительством, с масонами. То есть вот это все они выстраивают, что это все сконцентрировано, это и есть украинцы. Это такой импровизации самого Аллаудинова. Да плевать хотел Кадыров, как он выстроит. Он его послал, дал задание, вот он пусть вертится, как хочет. Он должен построить что-то такое, чтобы было удобно. И ему не стыдно было там перед Путиным. А как он это будет делать, это его проблемы. Руслан Махабдевич, хочу поговорить с вами об очень серьезной теме. Викторию Рощину, украинскую журналистку, убили во время этапирования, во время перевода в Лефортово, в Москву, за день фактически до обмена. И я вспомнил при этом наш разговор, не один разговор, когда вы рассказывали о том, что это почерк Путина и ФСБ, ОВСИН сидит под ФСБ, это организация Лубянки, ФСБ исполнения наказаний, и что они за день, за два, до выхода многих и многих чеченцев, воевавших и в первую, и во вторую чеченские войны, российско-чеченские войны, что они их убивали, что это длится предельно давно. Я подозреваю, что Викторию Рощину, конечно же, его также убили за день специально. Но когда мы вспоминаем чеченцев, на ваш взгляд, первое, какой сигнал Владимир Путин передавал, когда убивал Рощину, раз. И второе, о каких цифрах, если мы говорим о чеченцах, вообще идёт речь. Сколько в заложниках у Путина сидело и сидит? Скольких он убил? Кого конкретно? Я даже не сомневаюсь в том, что Рощина, находясь в плену русских, она вела себя очень достойно. Они в этом человеке усмотрели некую опасность, если она выйдет и будет на свободе, она может очень, во-первых, много рассказать. И самое главное, и другое, она не остановится, и она будет способствовать усилению. Как журналист, как общественный деятель, она может сделать очень много для того, чтобы единство украинского общества. И вот в этом они усмотрели опасность, поэтому они её ликвидировали. Они боятся сильных людей. Они всегда чувствуют комплекс неполноценности, когда они видят людей, стоящих на своих принципах, людей, которых невозможно согнуть, нагнуть, людей, которые продолжают верить в то, чем они и занимались. Поэтому это была таким образом расплата. Они ей и отомстили. Она жила ожиданием, что её... И я уверяю тебе, ей и говорили, вот вас завтра должны выпустить, но ты не уйдешь, мы тебя убьём. Вот таким образом они и сделали. Это почерк русских. Вот они таким образом действуют. Теперь, по нашим данным, которые мы очень много собирали, скрупулёзно собирали, с 2000 по 2005, а потом и с 2007 чуть-чуть захватило, Россия поставила на конвейер, и они начали огромное количество чеченцев захватывать. Они их похищали в подавляющем своём большинстве людей, которые невинны. Скажем, какие-то там преступления. По сегодняшний день они собирают каких-то людей, якобы повинных, в поход в Будённовск или Первомайское. Это всё надумано. Во-первых, никто не озвучил ту контрольную цифру, которая была бы обозначена. Никто, они не озвучили, сколько людей преследуется, они не озвучили фамилии этих людей. Это им даёт право просто до тысячи, десятки тысяч людей по подозрению, как они умеют делать по сфабрикованным делам, преследовать невинных людей. Это такое, для них имеется дно возможностей, бездонные возможности, чтобы преследовать людей. Но сколько они посадили, сколько они убили? Порядок, можете сказать? Да, и у нас есть возможность до 35 тысяч человек вот за эти пять лет, это огромная цифра, это настолько много. Активно чеченцев и не воевало столько. Активно не воевало. Активно воевало, наверное, 25, в самые лучшие времена. И не развернуться там столько. До 35 тысяч человек. Многие из них числятся, как без вести пропавшие, потому что суды проводились, близких родственников не приглашали, они их тайно проводили. То есть они для истории, потом в последующем, чтобы их просто не обвинили, и что они, не имея на это оснований, оснований они делали, родственнику не ставили в известность, дежурные адвокаты были. Вот это процедурные вещи, они соблюдали видимость законности, а так они на поток поставили 18-25 лет. Сколько убито? По нашим данным, что мы смогли узнать, вот как раз после того, как мы с тобой как-то общались и говорили, по нашим данным, там есть очень интересное, вот о чём, вот тех людей, которых родственников, близких убили, их доставили, отдали, им строго нас тогда запрещают. И если вы об этом будете говорить, вы, кто-то из вашего родственников, получит ту же судьбу, которую имел ваш родственник, который сейчас вы получили. Поэтому здесь есть очень большой страх. Но мы знаем, где-то 15-20 человек убитыми уже получено. Убитыми их уже вручили родственникам. То есть это условно люди, которые выходили, должны были выйти за день, за два из тюрьмы, их убивали перед выхванием. Да, это почерк. Ну хорошо, смотрите, есть обратная ситуация. В этот же день, когда убивают Викторию Рощину, Стивен Сигал, российский гражданин, может уже даже и российский агент, актер, приезжает на территорию Оленовки, Еленовки. Это Донецкая область, оккупированная колония, где уже уничтожали украинских военнопленных. И вот он сейчас приезжает в этот же день, когда убивают Рощину, снова к азорцам, украинским военнопленным, в ту же колонию. Что это за сигнал? В один день Рощина и в один день эти азорцы. Что пытается передать, сказать Вадимир Путин и вся его эта чекистская рань? Азовцы – это особое место в жизни России. Азовцев они обвиняли фашистами, азовцы проявляли чудеса храбрости. Они действительно герои, герои этой войны. И их само существование азовцев оскорбляет русских. Когда часть азовцев были выданы, тебе надо было видеть, и ты наверняка это видел, что творилось в социальных сетях. Каким только образом они не оскорбляли и не обвиняли российские власти, почему азовцев отдали, почему вы их не убили, почему их не уничтожили. И поэтому под разными предлогами, помнишь, что украинцы нанесли какой-то удар, взорвали, они же тогда тоже убили азовцев. Они от них потихоньку избавляются. Это еще раз было, лишний раз напоминание, что вот этих людей вы не получите живыми. Вот этих людей. Детали мы не знаем, там наверняка идут переговоры, вот те люди, которые с украинской стороны, которые ведут переговоры, они знают значительно больше, какие условия ставит Россия. Это сигнал им. Мы догадываемся, что это сигнал, но сигнал фактически дан им по поводу азовцев. Но ничего хорошего это не предвешает. Хорошо, Руслан Махабдевич, учитывая ваш опыт, опыт других чеченцев, которые сидели, которые вышли, я, друзья, просто хочу сказать, что Руслан Махабдевич был политзаключенным. Он сидел в тюрьме, его пытали. Это тоже факт из его биографии. Ужасный факт. Именно поэтому он личный враг и Путина, и Кадырова. Но, учитывая то, что вы знаете, скажите, пожалуйста, что должно делать украинское государство, чтобы такого больше не было, чтобы не погибали такие люди, как Виктория Рощина, чтобы они не трогали азовцев, чтобы они не трогали украинских журналистов, которые в плену, других военнопленных. Что необходимо сделать, что необходимо предпринять на опережение здесь? Я думаю, украинцы, украинские спецслужбы должны достаточно активно работать, если для этого есть необходимость. Из территории России достаточно знаковых людей надо брать, приводить, похищать. Любым образом надо сделать таким образом, чтобы высвободить тех людей, которые находятся в заложниках, даже не в плен попали, а находятся в заложниках у России. Здесь другие какие-то способы. Если кто-то из родственников, приближенных к власти, если это касается лично их, они быстро идут и на сговор, они быстро идут и на любые переговоры, потому что себя родных они любят очень серьезно. Это первое. Второе. Я думаю, я это убежденно говорю, убитого человека не вернут, а потерянную территорию можно вернуть. Я думаю, я учить не хочу, украинцев у них есть и командование, и политическое руководство. Мне кажется, чтобы военнослужащие не попали в плен, если ситуация до такой степени обостряется, лучше все-таки отвезти подразделение, чтобы меньше они попадали в плен. Пусть они будут живые, находиться как солдаты, как военнослужащие в рядах Украины, эту территорию можно будет потом отжать. Без сомнения, если есть армия, территорию можно отжать. Если нет армии, никакую территорию даже невозможно и сохранить. Руслан Махабдевич, правильно ли я понимаю, что в принципе нужно просигнализировать Путину, Кремлю, Лубянке, что вот конкретно этих людей вам трогать нельзя. Тронете, будет очень больно. Да, но для этого надо сделать очень серьезный несколько контрольных шагов. Действительно, с Кипра, откуда угодно, с Турции, где они, Россия, часто практикует, похищает людей. Надо таким образом сделать, чтобы вот какие-то контрольные операции надо провести, и эти люди должны появиться в руках у украинцев. И здесь они должны быть продемонстрированы. Если вы будете делать это, завтра будет совсем другое. И не обязательно этого человека нужно прямо уж Украину доставлять. Его можно там, на территории России, захватить, и там он может находиться в тоже заложниках, и в нужное время его можно отдать. Здесь можно найти разные способы для того, чтобы уравновесить возможности украинской и российской стороны. Я ещё раз хочу, чтобы услышали меня. Те люди, которые управляют этой стороной, принимают решение, если это не будет касаться лично их, их близких, их родственников, до тех пор они чисто человеческие, честно строить отношения не будут. Если им от этого не будет больно, они не будут придерживаться и соблюдать соглашение. Руслан Махкавдевич, последний вопрос. Вот я часто слышу, особенно в последнее время, что если Путин уйдёт, его убьют или его отправят в Освояси, как когда-то Хрущёва на дачку. В общем, не важно, что если Путин уйдёт, то война завершится. И что Россия будет свободна, в ней будет светлое будущее. А будет ли? Или Россия будет постоянно воевать и её не изменить? До тех пор, пока Россию не расчленит, до тех пор, пока Россию не лишит атомного оружия, Россия будет представлять опасность для всех народов и государств, которые окружают Россию. Это аксиома, которую доказывать не надо. Это история последних 500 лет свидетельствует о том, и что самое интересное, если Путина убьют или там сместят, придут к власти из его близкого окружения, там всего лишь в последующем усилится больше будет присутствие в управлении силовые структуры, больше. теперь, если придут к власти те люди, которые сегодня себя называют оппозицией, они абсолютно не стесняются этого, они придерживаются таких же имперских настроений, они хотят сохранить Россию, они хотят просто на теплый стул Путина сесть, они говорят единственное, что надо изменить, сменяемость власти, Путина убрать, и кто-то придет и сядет им, что виноват Путин, нет, виновата русское общество, носители идей русского мира, это они транслировали Путину вести себя таким образом, и он, отвечая на запрос русского населения, православного русского населения, и начинал эту войну, и поэтому вот это сфокусированное в какую-то единую точку зло, которое исходит от русских, если вот это все не разбить невозможно, а каким образом сфокусировано, это огромная территория, и это они, и наличие у них атомного оружия, это шантаж, и поэтому надо, еще раз говорю, настаивая на этом, невозможно спокойно жить народом вот на этой европейской, евро-азиатской части, где это вокруг этого государства находятся другие народы в безопасности, пока Россия существует вот в этом, в этой конфигурации территории, и поэтому надо именно Украина, это может только настаивать на том, Россия должна быть расчленена на некое количество государств, и Россия должна быть лишена атомного оружия. Это уже абсолютно, я думаю, понятно всем. им.